всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала с вами я лего сайл номер один и сегодня у нас обзор на лего бионикл 2 полугодия 2016 года а именно на шторм биса то бишь на монстра гроз то есть или монстра штормового монстра я честно говоря не помню по период со штормом по-моему как-то так или молния да значит рекомендованный возраст этого от 7 до 14 лет артикул 71314 наверху мы видим надпись олега бионикл и маску контроля макуты также мы видим своего листа монстр теперь посмотрим что он сзади у нас нарисовано естественно функции данного набора вот как мы видим читание маски и сам этот хвост что он умеет делать и механизм далее маска копаки один к одному комикс который вам покажу потом и комбайнер что можно сделать из четырех бистов юморака то есть из трех бистов юморака теперь посмотрим на инструкцию данного набора инструкции изображения идентичной коробки далее идет обычная сборка но я думаю это никому не интересно естественно далее у нас идет перечень всех деталей в данном наборе довольно красивый такой вот постер и комикс я думаю вам понравился он что он довольно прикольный далее все наборы кроме гиму и комбайнер кстати меня не хватает вот этих двух наборов до полной коллекции всякая реклама и таху который говорит win теперь посмотрим на набор и вот наш монстр долгожданный давайте начнем с оружия такового оружия здесь нету насколько вы уже могли заметить поэтому давайте начнем обзор с ног и так что же мы видим обычные тссбс значит бедра у нас я думаю понятно и уже необычные голени которые просто ужасные да именно ужасные почему же а точно у нас же минусы всегда в конце все я пропалился сейчас сразу же прошу не злиться и не бомбить я расскажу минус естественно в конце ролика вот такие вот голени значит тут имеются дырки все хорошо двигается и массивные ступни с такими вот такими деталями чтобы плотнее держаться монстру на земле да как то так сказал бред но ладно теперь посмотрим на руки монстра на руках есть вот такие вот шипы которые были в качестве молота у экиму то есть качестве части молота то чем он ударяет да здесь это шипы такие которые одеваются на обычные естественно сети без элемент далее вы уже там видели такая вот скажем так конструкция с помощью техника все это присоединяется и мне вообще вот понравилась вот эта вот идея разве что вот эти вот пальцы немного большие надо было просто когти немножко поменьше но это уже мои придирки и вообще вот в общем такие вот руки незамысловатые и довольно прикольные да вот теперь я предлагаю посмотреть что же скрывается вот здесь за этим щитком и так за броней ничего особого нет просто вот такой вот каркас который сзади уже закреплено сам механизм ну и все сыноплечья которые сделаны тоже из техника и вот таких деталей теперь посмотрим на нагрудник так называемый который сделан из двух деталей тут используется уже привычные ребра которые были у ледяного черепа вроде то так называется и то что больше меня интересует новое новый принт на грудаке да это может очень пригодиться в самоделках потому что принт здесь явно красивый и хорошо подойдет к голубым или синим самоделкам или синий зеленым тоже хорошо подойдет в общем принт обрадовал теперь я предлагаю посмотреть на функции данного набора что же я предлагаю начать с элементарной функции со сбрасыванием маски кстати что могу сказать о голове теперь у нас есть вот такие вот прозрачные головы они довольно прикольные выглядят красиво когда на них светится когда падает на них свет и далее тут прикреплена вот такая челюсть ну и сама маска да которая кстати тоже довольно красивая и немного даже прозрачная в общем она мне тоже понравилась но и функция естественно бесполезная как и обычно вот но это уже стало фишкой всех наборов с перезапуска теперь посмотрим на конструкцию сзади именно на самый главный механизм но перед тем посмотрим на еще один механизм только более мелкий это открывание такого капкана сзади в виде хвоста да работает он именно так дальше следующая наша функция она очень разнообразная мы должны в любом рандомном направлении так двигать наш хвост чтобы получить некий результат что ж а набор мы поговорили теперь давайте поговорим о масках для начала рассмотрим маску монстра штаммового монстра и так она довольно красивая она выполнена в зеленые синих цветах и вот здесь даже скрещивание цветов такое происходит как было у стражей вот и вообще в принципе форма маски очень красивая где в самом деле она может применяться ну как на плечи наверное больше никак потому что как голова ну может быть у какого-то рахи тоже вполне неплохо в общем прикольная маска такая будет у всех хромного рака да и кроме киму естественно вот вот теперь мы посмотрим на маску капаки маска капаки отвратительно я сейчас объясню почему и сразу говорю это лишь мое мнение оно может не совпадать с вашим и по этому поводу прошу не злиться и не писать дневные комментарии под видео вот значит сочетание цветов маски ужасно честно говорю я сейчас не придумываюсь не придуриваюсь просто когда я смотрю начинает в общем глаза да больно начинается сниться глазам и любить все из-за чего да и из-за этого ужасного сочетания очень надавитый цвет и еще и с белым честно говоря это похоже на извиняюсь мочу как будто кто-то написал на эту маску и бедный капака должна заносить но это лишь мое мнение я еще раз повторяюсь оно может с вашим не совпадать поэтому может быть вы думаете иначе а теперь мы к сожалению посмотрим на минусы данного набора этот набор намного лучше киму ибо здесь только один минус и он в ногах итак я вам сейчас его продемонстрирую это голени да они просто ужасны почему их нельзя было обвесить для меня это просто загадка почему нельзя было бы как-то придумать сейчас скажем так какой-то как того так это обвесить я не знаю это просто больше похоже на скелет для голени а не для готовой голени но опять же это мое мнение но опять не может может и не совпадать с вашим вот то есть голени они просто ужасно все со мной весьма неплохо этому набору могу поставить 9 из 10 из-за его голени они уж слишком плохие вот но из таких маленьких минусов как например а вот здесь дырки но я даже это не стал учитывать как бы в один балл это просто как такие вот помарки недочеты вот значит ну маска кашка паки ужасно просто конечно не порадовала вот а так в целом набор то неплохой покупайте его и не знаю сколько он стоит ну что я покупал за 500 рублей сам был лего со номер один подписывайтесь ставьте лайки всем пока до скорых встреч